Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире Столицы Нижней. Студия Антон Ганин сегодня в программе. Сотрудники госавтоинспекции совместно с ГЖД провели в Нижнем Новгороде профилактическую акцию «Остановитесь до переезда». Не только наше всё день рождения Александра Сергеевича Пушкина отмечают в Нижнем Новгороде. Путь от граффитиста до живописца. Художник уличной волны Марат Морик открыл персональную выставку в Нижегородской галерее 9Б. Совершая покупки, получая подарки, в торгово-развлекательном центре «Фантастика» стартовала новая акция «Жаркий июнь». Сегодня сотрудники госавтоинспекции, представители Горьковской железной дороги провели профилактическую акцию «Остановитесь до переезда». Она направлена на снижение количества аварий при переезде железнодорожных путей. Местом для проведения акции выбрали один из самых сложных участков дороги в Нижнем Новгороде на улице Циолковского. Подробности в нашем следующем сюжете. Железнодорожный переезд на улице Циолковского в Сормовском районе – одно из самых нелюбимых мест для водителей личных авто и пассажирского транспорта. Причина в постоянных заторах, которые образуются из-за проезда электричек и товарных поездов. При этом миновать его крайне сложно, альтернативной дороги практически нет. Это наиболее напряженный переезд по прохождению автомобильного транспорта. Переезд первой категории. То, что в суточное пересечение автомобильного транспорта более 10 тысяч машин. Поэтому и внимание к особо грузонапряженным переездам особое. Это и поддержание асфальтового покрытия в должном состоянии, это исправное содержание обустройства инфраструктуры железнодорожного транспорта и так далее. Пробки – прекрасная возможность напомнить водителям о правилах проезда железнодорожного переезда. Этим занимают сотрудники ГИБДД. Как выяснилось, большинство автомобилистов все знают. Некоторые быстро отвечают даже на каверзные вопросы. Вы знаете, что должен делать водитель при вынужденной остановке на переезде? При вынужденной остановке на переезде? Да, на железнодорожном переезде. Так, покинуть автомобиль, соответственно, высадить всех пассажиров и покинуть автомобиль. Стараться убрать железнодорожный переезд непосредственно. Вам памятка? Как правильно пересекать железнодорожный переезд? Отлейка? Пожалуйста, что сделать? Безопасно вам путь? Это постоянно надо. Это постоянно надо для безопасности для всех. Обязательно это. Безопасность народа, людей. Вот вы на скорой работаете. Когда-нибудь приходилось выезжать на вызовы по происшествиям на переезды? Ну, если закрыто, никак не проедешь. Почему бы и не напомнить людям, если это очень важно. Надо помнить. Листовочка у меня с собой. Буду иметь в виду. Насколько важно вообще? Очень важно. Поезд. Постоянно в новостях аварии с поездами и так далее. Надо, чтобы люди обращали внимание. Между тем, ежегодно в регионе происходит несколько ДТП на переездах. Они заканчиваются благополучно в редких случаях. В 2018 году на ЖД переездок в Нижегородской области было совершено 4 дорожные транспортные происшествия, в двух из которых имеются погибшие. Тяжело впоследствии имеет высокий уровень. И данные мероприятия, которые сейчас реализуются, они не являются исчерпывающими. По данному направлению будет дополнительно прорабатываться. В настоящее время в правительстве области в рамках мероприятий по пропаганде и профилактике правонарушений реализуется мероприятие по заказу видеороликов, направленных на пропаганду, профилактике безопасности дорожного движения. Объехать переезд можно лишь на тех участках, где не установлены стационарные шлагбаумы и специальные устройства, которые блокируют проезд транспорта. Такие гонки караются изъятием водительских прав. Каждый переезд оборудован системой видеонаблюдения. Самый простой путь, он и самый дорогой – строительство виадуков на самых сложных участках. Тогда не будет пробок, а также любителей рисковать жизнью. Напомню, что подобный объект собираются построить на Циолковского к юбилею Нижнего Новгорода. Этот подарок здесь ждут уже несколько десятков лет. Антон Ганин, Никита Вертлин. Столица Нижней. Сегодня перед входом в Нижегородский театр оперы и балета в честь 220-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина актеры читали стихи. Прохожие смогли насладиться не только всеми знакомыми строчками, но и увидеть сказочных персонажей, которые устроили дефиле. Мероприятия, посвященные пушкинскому наследию, проходят по всему Нижнему Новгороду, но в первую очередь в местах, которым было присвоено имя поэта. Сегодняшние студенты очень серьезно относятся к классическому искусству. И вопреки расхожему мнению о том, что студенчество становится более легкомысленным, подверженным каким-то фейковым и хайповым традициям, я хочу сказать обратное. Потому что все больше и больше растет интерес к серьезному искусству. Ребята задают серьезные вопросы. И мне очень приятно, что сегодня я нахожусь здесь. Мы тоже читаем много стереотворений, и очень люблю пушкин, пушкин. И мы тоже уважаем его. Слабые места показали в Нижегородской галерее 9Б. Так называется новая выставка Марата Морика, которого называют одним из самых известных российских художников уличной волны. Он родился в Новосибирске, затем переехал в Прагу. Свой путь в искусство начал занятия граффити. Морик является постоянным участником крупнейших стрит-арт-фестивалей по всему миру. Новая выставка – это проба пера. Несколько лет назад граффитист переключился на создание живописных полотен. Автор пишет их маслом. Новая экспозиция, на создание которой ушло два года, – это 20 картин, в которых под разными углами отражена человеческая уязвимость и слабость. У меня, в принципе, нет академического образования именно в художественной среде. И, соответственно, как бы все, что здесь вы видите, это, собственно, методом проб и ошибок. Где-то у меня что-то получилось, где-то не получилось. У меня человек в достаточном форме, и, я думаю, не получилось сейчас, получится потом. В каждой работе нет конкретного сюжета. Это набор впечатлений художника. И каждая работа посвящена какой-то определенной теме. Работы не объединены как-то сюжетно, но, тем не менее, художник в каждой работе рассказывает о каких-то наших слабостях, боязни старения, семейных ссорах, я не знаю, похудения и так далее, и так далее. То есть у каждого свои какие-то слабые места, о которых только он знает. Ну и, собственно, это такое его ощущение от современной жизни, от жизни в мегаполисе. Работы такие неоднозначные, потому что, когда я читала анонс этих работ, мне казалось, что будет все достаточно грустно и депрессивно. Но на самом деле в этих картинах очень много оптимистичного и даже, я бы сказала, позитивного. Во всяком случае, в этих картинах чувствуется, что все, что плохое бывает, оно проходит. Жаркий июнь в торгово-развлекательном центре «Фантастика» стартовала новая акция. Чтобы принять в ней участие, необходимо совершить единовременную покупку на сумму от 3000 рублей. На какие подарки можно рассчитывать, расскажет Евгений Деревенко. В торгово-развлекательном центре «Фантастика» наступил жаркий июнь. Под таким названием там стартовала новая акция. Чтобы принять в ней участие, необходимо совершить единовременную покупку на сумму от 3000 рублей. Многие нижегородцы уже успели не только приобрести вещи для создания модных летних образов, но и получить приятные подарки. В РЦ «Фантастика» я купила замечательное платье. За покупку мне дали два сертификата – в «Оптику Кронос» и в ресторан «Суши Мин». Я обязательно воспользуюсь этими сертификатами. Купила джинсы, замечательные, искала долго, прилетела из Америки, но даже там не смогла купить такие, как купила у нас в России. Очень здорово порадовали продавцы, потому что дали купончик, чтобы получить сертификат подарочный, и очень это приятно, что о нас заботятся, не забывают и любят, и проводят такие акции. Всем участникам акции «Жаркий июнь» торгово-развлекательный центр «Фантастика» дарит сертификаты в ресторан «Суши Мин Нью-Йорк» и в салон «Оптика Кронос». Получить их в обмен на чек можно до 30-го числа на стойке информации. Евгений Деревянко, Никита Вертлин, столица Нижнего. Это все новости к этому часу. Следите за развитием событий на нашем сайте stnmedia.ru. В студии работал Антон Ганин. До встречи в эфире.